Здравствуйте! Сегодня 9 марта 2022 года, 11 часов 58 минут утра. Температура на улице ночью была градуса 4-5 мороза. У меня в доме в деревянном, в сенях, даже вода в ведре вверху подмёрзла. Дул холодный такой сырой северный ветер. Сейчас температура минус 1, 1 градус мороза. Село находится на севере Черниговской области Украины, приблизительно 60 км до границы с Россией и около 50 км до Чернигова. Вчера весь день с утра до вечера методично обстреливался Чернигов из пушек и время от времени производились запуски ракет из установок ГРАД. Это аналог Катюш, но только более современный и более мощный. Это ковровая бомбардировка территории неприцельная, то есть куда ракета упала, там она взорвалась и там она повредила всё то, что там находится, куда она там долетела и где она взорвалась. Здесь методично уничтожаются Чернигов, жилые дома, детские садики, школы, больницы, роддома, магазины. Ну, в общем, всё, куда попадают эти снаряды, всё это уничтожается. Стреляют из пушек крупнокалиберных. Я видел, как через моё село по дороге в сторону Репок тащили за грузовыми машинами, такими тяжёлыми военными, эти пушки. И вот из них делается обстрел Чернигова. Пытались войти в Чернигов со стороны. Значит, село такое есть. Сейчас я вспомню, как оно называется. В общем, это село, оно выходит на юго-запад Чернигова. И там идёт объездная автомобильная дорога за Черниговом. Ну, чтобы транзитный транспорт, едущий по Гомельской дороге из Гомеля до Чернигово и дальше на Киев, чтобы не через центр Чернигова ехал, а чтобы ехали через вот эту объездную, широкую такую большую дорогу. Я по ней несколько раз на велосипеде ездил и был же в этом селе. Вот сейчас выпало название этого села из головы. Значит, Родянская Слобода, Советская Слобода раньше называлась. А рядом через дорогу вот это село Киенко, да, вспомнил название Киенко, это село. Вот это село терроризируют российские эти вояки, пытаются через него зайти в Чернигов. Огромное количество домов разрушено, пожары. И вот это село, которое раньше было Родянская Слобода, Советская Слобода, сейчас она Трехсвятская называется, насколько я помню. Да, Трехсвятское такое название. И по этой дороге, это улица Щерса бывшая, пытаются зайти в Чернигов. Чернигов героически сопротивляется нападению этих российских фашистов и держит оборону. Всю ночь производился обстрел Чернигова методично. Я многократно просыпался от взрывов вот этих снарядов, которые падали на Чернигов. И спать практически невозможно было. То есть сон такой был рваный, и я уснуть не мог. И я переживаю, волнуюсь и тревожу за тех людей, которые вынуждены и в бомбоубежищах, и в подвалах каких-то прятаться. Но хорошо, что там, если есть какой-то подвал, где можно спрятаться, а вот частный сектор, там в погреб можно залезть, если на территории хозяйства есть погреб. А если погреба нет, а много таких домов есть, современные постройки, которые там подвал под домом, без погреба, там, ну, в принципе, можно укрыться. Но это ненадежное такое укрытие, потому что если снаряд попадает в дом, то он и погреб, этот подвал провалит, и людей там засыпает. Есть погибшие дети в Чернигове, которые пострадали от обстрела жилых домов. И взрослые родители, и дедушки, бабушки, в общем, люди разных поколений погибают. То есть идет методичное уничтожение древнего города Киевской Руси, Украины. Чернигов обстреливается этими орками, потому что за один день, как предполагалось, взять Чернигов не смогли, и в результате решили, что будем уничтожать его методично обстрелами. Я просто поражаюсь вот этой вот мерзости, этой подлости, этой паскудности вот этих вот военных, которые понимают, что они стреляют не по военным объектам в Чернигове. Там военных объектов, ну, только аэродром, вот этот Досафовский на окраине Чернигова, это как дорога идет в сторону Новгород-Северского. С этой дороги этот аэродром не виден, но если по карте посмотреть, это северо-восток Чернигова, там Досафовский аэродром, там маленькие самолетики летали. Ну, кукурузник Ан-2 там еще мог сесть, может быть, чуть-чуть покрупнее самолет мог сесть, чем Ан-2. А так это для маленьких самолетов аэродром был предназначен. То есть это такой учебно-тренировочный аэродром. То есть это абсолютно не военный объект, и там тяжелые или реактивные самолеты с него не могут взлетать, потому что полоса маленькая по длине. Если не ошибаюсь, она там меньше километра. Так что он не приспособлен для приема военных самолетов. И вот таким вот образом, путем бомбардировки, то есть пушки вот эти вот направляют куда угодно, стреляют куда угодно, куда попало, туда попало, и радуются, что снаряды эти расходуют. В общем, татаро-монгольская орда, вот эта черная фашистская чума, пришла с территории России 24 февраля 2022 года. В 5 часов утра пересекли границы Украины с разных направлений, и со стороны Белоруссии, и со стороны России, и с севера, и с востока, и с юга. В Херсонскую область вошли. Херсон героически сопротивляется, отстаивает свободу, свою независимость. Так же, как и Киев. И в Николаев туда поперли. И Харьков тоже обстреливают. Люди прячутся в метро, ну или в бомбоубежищах, там где есть. Но в основном в метро. И обстреливают такой городок из-под Харькова, Дергачи называется. Я как пчеловод знаю этот населенный пункт, потому что там для пчеловодов делают различный инвентарь. И медогонки делают, и различные устройства такие, которые позволяют и с сотами работать. Ну, это рамки, на которых пчелы оттягивают вощения, ячейки такие, восковые соты строят. И потом в них складывают нектар, а впоследствии этот нектар перерабатывается в мед. И потом этот мед, эти ячейки запечатываются, получается запечатанный такой мед. Ну, если кто видел на рынках, продается такой сотовый мед. Вот это вот из рамок вырезаются кусочки такие, прямоугольники. И вот это вот получается двухсторонние такие соты на вощине, отстроенные пчелами. Так вот этот вот завод, вероятнее всего, что тоже обстреливают. И там, на этом заводе делают машины для производства вощины. Но этот завод давно существует. Его еще при царской России основали. И тогда еще для пчеловодов делали различный инвентарь и оборудование. Это один из крупнейших заводов на территории Украины, который для пчеловодов делает оборудование. Очень тяжелая ситуация под Киевом, на северо-западе, где находятся населенные пункты Бородянка, Ирпень, Ворзель. Это курортные города, там где много санаторий и домов отдыха, и детские санатории, пионерлагеря. Еще при Советском Союзе там были построены Гастомель, села Мощун и Горенко. Их бомбят, и там почти не осталось целых домов. Обстрел идет и из минометов, и из танков, и из этих установок типа Град. Ну, может быть, не Град, а может быть, Ураган еще. Там более такие современные, более мощные установки ракетно-залпового огня. Вот аналоги Катюш, но только более мощные, более современные. Это та же самая техника, которая сейчас обстреливается, бомбится Чернигов. Не дают людям выехать из этих населенных пунктов. Сегодня как будто бы между правительством Украины и переговорной группой, которая в Гомеле заседает с российскими властями, с представителями российских властей, удалось договориться, что из Ирпеня, из Ворзеля, из Бородянки, из Гастомеля, из вот этих сел Мощунка и Горенко, можно будет вывезти на автобусах людей, женщин, детей, стариков, для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Потому что там и воды нет, и газа нет, и электричества нет. И, в общем, холодно. У меня в доме температура сейчас 10 градусов тепла. У меня работают два электрических обогревателя. и никак вот не могут они нагреть дом за вот эти вот дни, когда электричество отсутствовало, температура в доме упала до плюс 7 градусов на уровне полтора метра от пола, а на уровне пола там градуса 3 была температура. Еще бы чуть-чуть, и скоро вода уже стала бы замерзать в ведрах, которые у меня тут в доме есть. Так что хорошо, что электричество включили пару дней назад, и я могу таким образом дом обогревать инфракрасным кварцевым обогревателем и масляным электрокамином. Интернета нет. Кабельный интернет у меня, оптоволоконный в дом заведен 100 мегабит, но где-то, видимо, перебита линия вот эта, которая от Чернигово идет к моему селу, ну и тут к соседним селам, где этот интернет проложен. И выход в интернет у меня отсутствует. Мобильный интернет тоже не работает, мобильной связи нет. Вот если в селе ходить и на самых таких высоких точках находиться, то мобильный телефон ловит связь Киевстар от вышки сотовой связи, которая находится ближе к Чернигово. Несколько дней назад я ездил за водой к колодцу за 900 метров. Я на таком велосипедном прицепе двухколесном вожу две канистры по 30 литров, для того, чтобы набрать в них воду. И тут по селу большие проблемы тоже с водой, потому что многие колодцы пересохли. Зима в этом году малоснежная и почти бесснежная. Сейчас вот мороз, а земля замерзшая, она подсыхает, влага из земли уходит, а снега нет. И сегодня только маленькие такие крупинки, ну как пшено, сыпались с неба, но там одиночные крупинки. Это не снег, это так, видимость снега. То есть земля голая, и не знаю, что будет весной, насколько она будет влажной, для того, чтобы в нее можно будет что-то яровое посеять, или ячмень, или овес, и картошку посадить, чтобы хватило влаги, чтобы эти культуры сельскохозяйственные проросли и могли дать урожай. Магазины в селе закрыты. В те магазины, которые вот эти местные бандиты, оккупанты, которые здесь под селом стоят, позалазили, там все поворовали, съестное и сигареты, и спиртное. Но там практически уже грабить ничего не осталось, потому что продавцы, которые успели реализовать товар хотя бы частично местному населению, этот товар разошелся, и продавцы, и владельцы этих магазинов получили какие-то деньги. Есть даже один человек, тот владелец магазина, который из своих холодильников в магазине, ну такие вот, типа ларь, морозильная камера, мороженое отдавал людям бесплатно, для того, чтобы люди разобрали и своим детям домой принесли, потому что холодильники не работали, и это мороженое растаяло, и уже непригодно было для реализации. И сейчас бы это мороженое все равно никто не покупал бы, потому что у людей денег мало, в банкомате денег нет, банкомат отключен, не работает, потому что еще 26 числа в банкомате деньги закончились, люди поснимали все деньги, которые в банкомате были, и новых завозов денег нет, потому что территория оккупирована, и сюда инкассаторская машина не может приехать, потому что тут враги находятся в селе, которое очень агрессивно относится к любым государственным структурам украинским, и сюда ни скорая помощь не приедет, ни пожарная машина, ни инкассаторская машина, то есть тут вся надежда только на свои силы, и люди ходят молиться, чтобы хотя бы это село не стали бомбить, потому что под Черниговом вот эти села, которые оказались в пригороде, и Александровка, это село, которое за эпицентром находится, это на севере Москвы, рядом с этим маленьким Досафовским аэродромом, там новостроев, очень много современные такие коттеджи построенные, ну такие довольно богатые дома, и это все разрушается, бомбится, и этот аэродром побомбили, и стреляли не только из пушек, и из минометов, но и из установок град, то есть крупный такой красивый, шикарный, любимый мною город Чернигов, жестоко, цинично и с садизмом разрушается, я сам киевлянин, но я уже практически 10 лет живу на территории Черниговской области, я пчеловодством занимаюсь, у меня пасека своя есть, я выбирал такое село, которое рядом с лесом находится, чтобы тут были угодья такие, куда пчелки могли бы полететь, и нектар собрать, а в Киеве пасеку не поставишь, там на асфальте цветы не растут, и вот это мое хобби, так случилось, что я оказался за 200 километров от Киева, и занимаюсь сучеловодством, а Киев сейчас, вот та квартира, которая находится в Киеве, на Аболоне, там вошли со стороны Выжгорода российские эти оккупанты, на БТРах, на БМП и на танках, ну их оттуда выбили, там они тоже и стреляли, и повреждения домов есть, в общем, чума эта черная, российская, фашистская, залезла на свободную, независимую Украину, и причиняет только зло, вред, разруху, убийство, причем это не то, что там какая-то надобность, необходимость есть, типа защиты своей территории, а как вот всю жизнь татаро-монголы нападение вели на соседние племена, на соседние народы, на соседнее государство, так это всю жизнь и происходит, всю историю и московского княжества, и московского царства, и России, которая была придумана Петром Первым, и Российской Федерации, которая в 90-х годах образовалась после распада Советского Союза, это по менталитету и по своему типу мышления это татаро-монголы, хотя объединяется под этим названием Российская Федерация большое количество разных народов и национальностей, но на самом деле им через пропаганду, через телевизионные каналы, через радиовещательные каналы, через интернет насаждается вот эта идея великого русского мира, великой России, огромной, необъятной, у которой 9 часовых поясов, и которая должна быть владычицей морской над всеми государствами во всем мире, и чтобы все им подчинялись, как будто бы они пуп земли, а все остальные народы не народы, а так пыль какая-то дорожная, и рабы у этих россиян. У многих россиян проскакивают такие вот великорусские, такие вот насмешливые высказывания по отношению и к соседним народам, и к белорусам их бульбашами обзывают, и украинцев хохлами обзывают, и финнов обзывают чухонцами, в общем, кого там не возьми, какой соседний народ, не возьми, и у этих татаро-монголов есть прозвище обидное, такое неприятное, которое они присваивают соседнему народу. Китайцев китайозами обзывают, японцев япошками обзывают, вот, но скоро произойдет такая ситуация, и я надеюсь, что это произойдет, что Япония предъявит абсолютно законные свои права на остров Сахалин, на острова Куринской гряды, на Курильские острова и на Камчатку, и, ну, Камчатка раньше Японии не принадлежала, но я думаю, что Камчатку Япония заберет. Китай захватит от Владивостока и до Урала всю территорию этой Российской Федерации, вот, а народности Кавказа тоже объявят о своей свободе и независимости от московского этого Ига, и дагестанцы, чеченцы, кабардино-балкарцы, ну, там, кабардинцы и балкарцы, осетины, южные, северные, значит, аджария, в общем, все другие народы, которые входят в состав теперешней Российской Федерации, заявят об образовании Мордовской народной республики, чеченской народной республики, дагестанской народной республики, это то, что сейчас карлик-пуэта, крыса-шушера пытается сделать на территории России путем оккупации и Херсонской области, и Николаевской области, и Харьковской области пытается сделать коридор в сторону Крыма, который отхапали в 2014 году абсолютно незаконным референдумом под видом того, что якобы это волеизъявление народа, а на самом деле это все было сфабриковано, сфальсифицировано, и под дулами автоматов людей заставили идти на выборы, люди пошли, но не важно, кто как голосовал, главное, как посчитали, как при Сталине это было, как Сталин сказал, не важно, как голосуют, важно, как считают. Вот точно так же в этот референдум был сфабрикован незаконный, и таким образом Россия как бы выдает присоединение Крыма к Российской Федерации якобы законно, на самом деле оно незаконное, ни одной страной в мире нормальной оно не признано, за исключением марионеток Кремля типа Никарагуа, Науру, в общем, маленькие такие государства, там Эритрия, по-моему, Крым признала в составе России, вот, и там, ну, три-пять государств, которые признали Крым в составе России, а все остальные нормальные вменяемые государства, они не признают этот захват. Так что Россия этой своей войной паскудной добьется того, что она сама развалится на огромное количество маленьких независимых государств и будет сосать лапу и опять вернется к тому состоянию, когда она была московским княжеством, улусом Золотой Орды и вся кровь, вся боль, все вот эти слезы, которые сейчас проливают украинцы, ну, не только украинцы, а граждане Украины и люди, которые находятся на территории Украины разных национальностей, все это Россия отольется так, что она будет с ужасом вспоминать тот день, когда вошла на территорию Украины и таким образом вбила последний гвоздь в крышку гроба кончины России. Сейчас идут бои в Житомирской области, запускаются ракеты с территории России и с территории Белоруссии на Житомир, на Овруч, на Малин, на Коростень, бомбятся вот эти населенные пункты. Обстрел идет со стороны Черного моря, выпустили ракеты из боевых кораблей в сторону Винницы, разбомбили там гражданский аэродром в Винницкий и взлетная полоса стала непригодна для взлета и посадки самолетов. В Винницу происходит эвакуация населения из соседних областей и теперь уже поезда для эвакуации движутся в сторону Западной Украины в Ужгород, в Ивано-Франковск. В общем, там через границу с Польшей и через границу со Словакией, Румынией, Венгрией население Украины спасается от этой варварской, фашистской, разрушительной, абсолютно бессмысленной, необъявленной паскудной войны, которую затеяла Россия из-за того, что Карлик Пу выжил из ума. Он психопат, он шизофреник, он параноик. А психопат это человек, у которого абсолютно нет чувства сожаления, чувства сострадания, так называемой эмпатии. То есть, человек видит животное, которое, скажем, в капкан попало, ну, лиса, например, там охотник поставил капкан на лису, он пройдет мимо и даже еще порадуется, что лиса в капкан попала и порадуется, что она там мучится и на холоде замерзает и не может из этого капкана вырваться и лапу высвободить из капкана. То есть, это вот такое существо, у которого нет абсолютно никаких человеческих качеств добрых, а из-за того, что он маленького роста, где-то метр-полтора ростом, он всю жизнь страдал от этого комплекса неполноценности, его даже в школе КГБ обзывали местные, ну, сослуживцы-сокурсники, окурком обзывали, потому что он не до мерок окурок на лабутенах, он полтора метра ростом, но изображает из себя великого, могучего и вершителя судеб во всем мире. На самом деле это ничтожество, мерзавец, подонок, моральный урод и паскуда конченая, которая на старости лет выжила из ума абсолютно полностью из-за шизофрении, из-за паранойи, из-за того, что у него психопатия всю жизнь. Вот это вот паскудное животное, которое устраивало разрушение домов рязанским сахаром и в Москве взрывали дома под видом того, что якобы это чеченские террористы сделали. На самом деле это ФСБ России, Федеральная служба безопасности России устраивала взрывы в жилых домах в Москве для того, чтобы посеять ненависть к чеченцам, к Чеченской Народной Республике, к Ичкерии, которую возглавлял Джохар Дудаев и чтобы ненависть всего российского населения была к этой свободной и независимой республике. Жалко, конечно, что Джохара Дудаева уничтожили ракетой, которая навелась на телефонную спутниковую станцию, когда он по телефону разговаривал через спутник. Жалко этого человека, это настоящий герой Чечни, настоящий герой всего мира, который, получив образование в Советском Союзе, в военном училище, дослужился до звания генерал-майора, насколько я помню. Очень образованный, умный и порядочный человек, честный и добросовестный и неспроста в Прибалтике и, если не ошибаюсь, во Львове есть или улица или площадь Джохара Дудаева. русские вот эти пропагандисты, которые типа Соловьева вот этой Шушеры, которая тоже карлик полтора метра ростом, колобок такой, который два дома возле озера Кома себе две дачки там строил. теперь итальянские власти конфисковали у него эти дачки, у него там дачек уже не будет. Так вот, он через телевизионные программы свои постоянно насаждает ненависть, злобу и презрение и к украинскому народу, и к придуманным российскими властями и бандеровцам, и бендеровцам, и кому они только не придумывают, и к нацикам, и нацифашистам, и всякие такие придумывают названия для того, чтобы как-то оправдать свою захватническую деятельность против соседнего государства с той целью, чтобы захватить это государство и поживиться. Вот я вчера по радио, у меня только радио работает в ФМ-диапазоне, через Черниговский радиовещательный центр передаются программы украинского радио, украинское радио, с 24-го года существует радиостанция, и я услышал такую информацию, что подслушан был разговор через роуминг какого-то телефонного провайдера, то ли Киевстара, то ли Водофона или Лайфа, одного из русских захватчиков, которые находятся на территории Украины, и он своей соске вот этой щели, дырке этой, с которой он там женат, рассказывает по телефону, что я вот большой телевизор украл из дома, плазма 70 сантиметров по диагонали и мясорубку на 500 ватт мощности, она говорит, ой, мне как раз надо в хозяйстве такое, ты молодец, значит, и хвалит его, сука такая, дырка недотраханная, вместо того, чтобы сказать своему этому придурку, что не вздумай там ничего брать, потому что тебя за мародерство еще привлекут к головной ответственности, и вообще перестать стрелять, перестать убивать людей, так она его, эта сучка, это поощряет, что давай вези там мне в хозяйстве, тут на кухне, нужна эта мясорубка электрическая, потому что сами нищеброды не способны пойти в магазин, заработать деньги и купить в магазине эту мясорубку импортного производства, я вообще не представляю, как этот телевизор 70 сантиметров по диагонали он будет тащить назад, в чем он там в танке будет, в танк он не всунет, там недостаточно большие по размеру вот эти отверстия, куда танкист залазит, что он планирует пешком на спине нести этот телевизор, эти 70 сантиметров, но вообще у людей в голове, в мозгу абсолютно никаких нету, но я еще понимаю, что там золото какое-то у людей отнимают, там продукты отнимают для того, чтобы с голода не умереть, из холодильника все тут по селу у меня повыгребали, но правда ко мне не дошли, потому что я тут на окраине села живу, у меня там в холодильнике уже продукты закончились, потому что котов нужно кормить каждый день, они кушать хотят, холодно, хорошо, что сейчас электричество есть и у них в домике работают обогреватели такие вот, ну как для теплого пола я сделал обогреве, они там всю жизнь в тепле живут и выходят из домика, там побегали, погуляли, поели и опять там сидят и греются, вот, плохо им было, когда электричество отключилось, так я их в дом забирал и они тут вместе со мной сидели, грелись и на мне спали, со всех сторон меня обложили и на меня залазили и с разных боков вокруг меня грелись и меня грели и я их грел, вот таким образом мы тут в доме при 7 градусах температуры спасались от холода, так что вот эти вот галадранцы, которые в нищете там в своих зажопинских и кислодрищинских выросли и у которых асфальта никогда не было и не будет на дорогах, они когда приехали сюда на Украину, они поразились тем, что в селах в Украине на сельских дорогах ни грязь, ни колдобины, ни ямы, ни колеи такие огромные наезженные тракторами, а асфальт лежит и по этому асфальту и на велосипедах можно ездить и нормально пешком ходить не по грязи, а в чистые обуви, так что для них это был культурный шок, когда они тут в селах увидели такое, чего они никогда там и не в каждом городе могли еще увидеть, вот это вот нищая, засранная, нищебродская страна, вот это по факту, которая через телевизионные программы сообщается, объявляется, что она великая, могучая, непобедимая и победоносная, а на самом деле это параша полная, а не страна, концлагерь для народов и люди там, которые с мозгами в голове, они уже давно и за рубеж удрали, кто в Америку, кто в Канаду, кто еще куда, потому что разбегались из этой России как из лепрозория, где больные власти и психическими заболеваниями, и проказой, и чем угодно, ну проказой не в смысле медицинском заболевании, а проказой в смысле поражения мозга, прокаженные с искривленным сознанием и искривленным восприятием окружающего мира и реальности. Украина героически сопротивляется этим фашистам российским, Херсон стоит, Николаев стоит, Харьков стоит, они не сдались, Чернигов стоит, не пускает захватчиков на территорию Чернигова, страдают очень сильно мирные жители, потому что во многих населенных пунктах нет ни газа, ни воды, ни электричества, ни канализация не работает, но в сельской местности тут этот вопрос решается более-менее довольно просто, а в городах конечно без воды там и без газа, без электричества, там практически гуманитарная катастрофа, я очень искренне сочувствую людям, которые оказались в этой ситуации, у которых и дома разбомбили, и которые родственников своих потеряли во время обстрелов и бомбежки, земля пухом этим людям, и мы вечно будем помнить о этом страшном событии в нашей жизни, я никогда не думал, что вот доживя до 56 лет я окажусь в такой ситуации, что Украина окажется в состоянии войны, необъявленной, и когда Россия, как бы соседнее братское государство, как они постоянно провозглашали, нападет коварной, подлой, необъявленной войной на территории Украины под предлогом того, что якобы они защищают от нациков, от укрофашистов русскоязычное население, которое якобы притесняется стесняется по языковому признаку. Я всю свою жизнь разговариваю на русском языке, никто мне никогда и слово поверит не сказал, что якобы нужно разговаривать на каком-то другом языке. Хочу я добре знаю украинскую мову, можу вильно спелкуватись украинской мовою, але никто мне никогда ничего не сказал про те, что мне потребно разговляти на российскую мову, а украинскую мову. Поэтому граждане России, все родственники мужчины, которые находятся на территории Украины и ведут эту подлую, паскудную фашистскую войну против украинских граждан, разрушают жилые дома, детские садики, школы, больницы, роддома, магазины, частный сектор, жилые дома и многоэтажные дома. В общем, все разрушает, поголовно все. звоните к своим мужьям, сыновьям, детям, внукам, племянникам, в общем, всем вашим мужчинам, звоните и убеждайте со слезами, с истериками, как вы только можете, как женщины обычно могут психологической атакой мужчину под свой каблук загнать. Доводите своего мужчину до такого состояния, чтобы у него случился паралич мозга и чтобы он сдался в плен украинским властям, перестал стрелять и чтобы свою жизнь сохранил и мог спокойно со временем после окончания войны вернуться назад на свою родину и жил дальше там, как он жил. Естественно, что у него в памяти вся эта война останется. По ночам ему эта война будет сниться, но во всяком случае он хоть свое здоровье сохранит и свою жизнь и не будет убивать тех несчастных невинных людей, которые сейчас под бомбардировкой находятся. Вот я всю ночь уже повторюсь почти не спал, постоянно просыпался от этих взрывов. Я не выходил ночью во двор, потому что холодный такой сильный ветер дул и он мешал бы записать нормально мое сообщение, потому что в микрофон задувало бы. и я поэтому представляю себе как несчастные черниговцы и соседние села, которые под Черниговом находятся и со стороны Новгородсеверского, и со стороны Киева дорога, вот эта окружная прямая через Чернигов, через гору или окружная через мосты, там такие развязки есть. Как эти несчастные люди там страдают и в Киенке, и в других городах, и в Новоселовке, это где эпицентр находится, и Александровка село за эпицентром в сторону этого аэродрома, как их несчастных обстреливают, и как там пожары эти происходят, и люди там и в погребах сидят, и погибают, и в общем это страшно себе представить. Слава Украине, слава героям Украины, слава защитникам Украины, берегите себя, дай Бог вам сто лет жизни, здоровья крепкого богатырского, большое вам спасибо за то, что вы защищаете мирных жителей Украины, и тех людей, которые без вас уже стали бы рабами у этой фашистской, паскудной, мерзкой, гребаной, блядской России. Всего вам хорошего, до свидания, до следующих выпусков моих сообщений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!